Здарова народ, всем отличного настроения, вы смотрите канал ChinaGuardgets и сегодня, так сказать, накануне выхода хита всех хитов от Xiaomi, мы соберём до кучи всё, что нам известно о новеньком Poco X3 Pro. Тем более мы знаем и цены, и внешний вид уже засветился на официальных рендерах, да и все технические характеристики давненько утекли в сеть. Единственная загадка это дата презентации, так Poco официально забронировали две даты, а именно 22 и 30 марта, в результате которых представят две модели Poco X3 Pro и Poco F3, так сказать, топ и предтоп. Но вот кто вырвется на свободу первым, повторюсь, точно неизвестно, однако оба уже стали заочно с самыми настоящими потенциальными хитами. Но вот что известно точно, так это то, что обе новинки по отличной цене можно будет купить на Алиэкспресс с купонами, промиками, а главное годным кэшбэком. Думаю, уже все, пользуясь последними, оценили все плюсы возврата части средства, но кэшбэк сервис Letyshops пошли ещё дальше. И для тех, кто реально хочет круто сэкономить на покупках с Алиэкспресс, уже сейчас с 18 по 21 марта на Lety запускается акция, в рамках которой Lety повышает кэшбэк на Ли в 3 раза. Это около 15%, что так-то нехило, то есть примерно после покупки любого товара на Али вам обратно вернётся до 15% от суммы заказа. Просто регистрируемся на Lety, переходим на Алиэкспресс и всё, осталось только выбрать то, что вам нравится, оформить заказ и оплатить. И в рамках акции, например, если вам с покупки должно было вернуться 200 рублей, то теперь вернётся 600 и так далее. В общем, профит налицо. А среди тех, кто вернёт кэшбэк с покупок на Алиэкспресс, Lety разыгрывает 11 айфонов 12 Pro Max, 11 лет Алиэкспресс, 11 айфонов. Одна покупка с кэшбэком равна одному билету участника. Как всегда, все необходимые ссылочки оставил в описании под этим видео. Спешите, количество активаций ограничено. Ну и первое, что бросается в глаза, это, конечно же, дизайн. Что ж, да, мы все знаем, что Пока любит клеить свои шильдики на смартфоны от компании Xiaomi. Ну, неудивительно, Пока ведь одна из дочек Xiaomi. Однако в этот раз компания решила косплеить сама себя. И прошка на официальных рендерах выглядит как старый добрый Пока X3 NFC. За исключением немного переделанного рисунка задней крышки, по всей видимости, также из пластилина и немного отличающейся расцветки. Теперь это более светлый оттенок синего, бронзовый и светло-серый цвет. Ну, возможно, ещё будет чёрный. В остальном всё под копирку. Спорить о дизайне можно много, но лично меня внешний вид Пока X3 NFC всегда устраивал и даже казался вполне интересным. Особенно глазок основной камеры. Его, кстати, тоже менять не стали. А вот основной сенсор камеры был изменён. Теперь это топовый соньковский датчик на 48 мегапикселей вместо 64. С одной стороны даунгрейд, но забегать наперёд рано. Всё покажут реальные тесты и сравнения, но не думаю, что в старшем устройстве камеру будут делать хуже, чем в младшем. Далее идёт всё по-прежнему тот же ширик на 13 мегапикселей, 5 мегапиксельный макро и 2 мегапиксельный датчик для размытия фона. Фронталочка также будет на 20 мегапикселей. И да, берень никуда не делась. Единственное, есть шанс, что она всё же станет меньше. Экран новинки – это всё та же Full HD Plus OGS матрица с диагональю в 6,67 дюйма и частотой обновления в 120 Гц. Но теперь это, скорее всего, будет AMOLED-матрица, знакомая нам по недавно представленному Redmi Note 10 Pro. Есть, конечно, шанс, что будет IPS-панель, но утечки говорят об обратном. Зато это хорошо скажется на автономности. Новинка, как его младший брат, получит баночку на 5160 мАч с поддержкой быстрой 33-х ваттной зарядки, что позволит стать новому Poco одним из самых автономных смартфонов в классе. Что ж, ждём его на нашей эпичной битве автономности. Посмотрим, кто кого. Ну и, конечно же, производительность. Тут все источники в один голос твердят о дебюте нового смедельного 64-битного чипа от компании Qualcomm, а именно нового 860-го дракона. По сути, более энергоэффективной версии 855-го дракона со знаком плюс, который в Antuna набирает от 500 до 550 тысяч очков. Что вполне неплохо и позволит нашему герою комфортно чувствовать себя в большинстве современных ресурсоёмких игр. И вот тут, в отличие от того же Poco X3 NFC, уже есть запас на будущее. Так, 732-го G-дракона откровенно не хватало для комфортного геймплея на 120-ти герцовом экране. Да и в интерфейсе на том же Poco X3 встречаются просадки. 860-ый, в свою очередь, должен обеспечивать прирост около 70, а то и 80%, что весьма существенно. Так ещё и сам чип, исходя из первых утечек, должен быть весьма энергоэффективным и не тротит под продолжительной нагрузкой. Что ж, надеюсь, уже скоро мы всё это с вами проверим и посмотрим, на что же действительно способен новенький Poco X3 Pro в реальных боевых условиях. Кто за? Прожимаем локасы и пишем одобряющие комментарии. К дополнительным особенностям новинки могут отнести Android 11 с MIUI 12 и фирменным Poco-лаунчером, разъём под наушники и карточку памяти, защиту от брызги пыли, стекло Гориоглаз 6-го поколения, стереозвук и поддержку Hi-Res Audio и, конечно же, NFC. Что ж, до ценников, то нам известны цены с презентацией в Европе. И тут за базу 628 производитель просит 269 евро, а за топ 8 256-ю тоже вполне адекватные 319. Ну а на распродаже Али, который стартует сразу после презентации, ценники будут такие же, но уже в долларах, плюс купончики и так далее, так что цена будет очень-очень годной. Как в целом и сам аппарат, надеюсь, в повседневной эксплуатации он нас и не разочарует. Правда, и надежд на него возложено уж очень много. На этом, думаю, всё. Всем огромнейшее, ребят, спасибо за внимание и поддержку в виде лайков, подписок и комментариев. Всем удачных покупок, годных гаджетов и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok